Приветствую зрителей на своем столярном канале. Я Владимир Иванович. Недавно снял фильм «Диван и два кресла для заказчицы». Заказчица оказалась интересной профессией, и эту профессию я все время старался, чтобы вы угадали. По профессии это дизайнер. После того, как мебель была изготовлена и расставлена в комнате, пришлось немножко попредвигать кресло, чтобы определить размер будущего журнального столика. Как вы догадались, сегодня я буду изготавливать именно эту работу. Столечница должна быть размером 450 на 700 мм. Ножки должны повторять форму ножек, которые были уже изготовлены на диване. Обязательно должен установлен большой ящик. Материал ясень, легкий белый налет, белый туман. Из-за качества попросила, чтобы столечница была покрыта чем-то крепким. В качестве финишной отделки буду использовать, друзья, лак портетный сэнда. Такую столярную работу вы сегодня увидите. Итак, смотрим. Для выполнения столярной работы буду использовать материал, который предоставил заказчик. Это ясень. И включаю прибор снова. Выбираю из 4. И устанавливаю прибор. 9. 9. Следующие. 9. Сегодня буду использовать пильный диск с МТ-256 серии. Я о таком диске рассказывал. 60 зубьев для продольного пиления как бы очень много. Что мне понравилось в этом диске, очень острые боковые грани. И когда пильный диск зажимает, вот эти грани прорезают себе дорожку. И, скажем, станок не останавливается. И можно продолжить пиление. Судя по тому, как краску съела, то этот диск зажимался деревом и очень часто. Судя по тому, как краску съела, то этот диск зажимался деревом. Влажность дерева, которую вы видели в начале фильма, 9% многовато. Для того, чтобы выполнять столярные работы. Чтобы обезопасить себя, заготовки я порезал на пиле по 50 мм. Располагаю годичные кольца так, чтобы они шли навстречу друг другу. В таком порядке. Крайне ровно располагаю. А вот все вот здесь именно так вот расположены. И, конечно, подбираю по цвету. Чтобы здесь структура наверху была однородная. И сбоку. Вот эти два требования надо выполнять. Два мебельных щита склеил. Вот здесь граница двух щитов. И клей не наносил. После склейки прогоню через рейсмус. И потом лишь склею. Для того, чтобы выровнять в горизонте, все-таки променил струбцины. Тайбон 2. И перчатки защищают руки от клея. Ножки. Есть 4 заготовки. Три поверхности базовые. Одна поверхность мелом помечена. Ее надо подрезать. Есть такое проспособление. Это проспособление служит для того, чтобы именно зарезать ножки клином. Система стружко-удаления. Пильный диск продолжаю испытывать с МТ. Заготовка на ножке имеет такой вид. Обрезок фанеры. Это столешница. Это наклон ножки. Приложил ножку, посмотрел зрительно. Примерно наклон должен соответствовать. Крайняя точка столешницы и крайняя точка ножки должны совпадать. Есть транспортир самый точный. Устанавливаю транспортир и замеряю. Получаем угол 5 градусов. Ровно 5. На торцовочной пиле стол поворачиваю на 5 градусов и все ножки запиливаю вверх под углом 5 градусов. И так на всех ножках. Чем мне нравится Тайбон? За быстроту. Зимний период. Час прошел и уже детали пустил в рейсмус. Один мебельный щит, второй мебельный щит. Для того, чтобы выбрать геометрию. Геометрия была в одной линии. Положил брусочки струбцины. Все зажал. Жду высыхания. А теперь можно оставлять на ночь. После этого начну обрабатывать. Шлифовать, обрезать по длине, ширине. После склейки столешница имеет такой вид. Теперь надо вогнать ее в размер. Одна поверхность у меня базовая. Лучше всего подрезать, когда есть погружная пила. Пила у меня отсутствует. Поэтому буду выполнять работы на фуговальном станке. Проходить и угольником мерить. Мощный угольник. Здесь будет обязательно скалываться на выходе. Но ширина у меня с запасом. Я потом буду подрезать. И так сначала боковые поверхности обрабатываю на фуговальном станке. Потом на распыловочном станке делаю длинную базу еще. И на шлифовочном станке прохожу и окончательно шлифую всю поверхность. Длинная база ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внутренняя база будет идти, не наружная, а внутренняя база, потому что там будет крепление для ящичка. Установил свое приспособление для изготовления вставного шипа. Об этом приспособлении часто рассказываю... Хочу еще раз обратить ваше внимание на склейку столешницы. Все детали порезаны по 50 миллиметров, склеены навстречу друг другу. Вот так, вот так, вот так. Здесь видно, да? Вот это и продохраняет от того, чтобы столешница не прогибалась. Потому что такие вопросы очень часто поступают от начинающих мастеров. Итак, первое. Порезать, убрать сучки и все остальное. Подобрать годичные кольца и подобрать в это время структуру дерева, чтобы она была однородной и красивой. Установлена фреза. И снять фаски фреза с МТ с маленьким радиусом. С лицевой поверхности радиус увеличия поставлю большую фрезу. И хочется показать вам, как смотрится столешница. Лицевая поверхность, самая главная поверхность. Вот так подобрана структура. Ящик очень простой и состоит из таких деталей. Детали прорезаны на распиловочном станке. Выбран паз. Вставляться будет фанерка. Собираться будет на саморезах клей. И ящичный фасад обработаю фрезером, пройду украшением. Столешницу буду крепить на саморезах. Для самореза буду сверлить отверстия. Для этого использую приспособление Крэх. Это самый дешевый вариант. Сверло. Было несколько вариантов изготовления самостоятельного такого приспособления. Кто будет изготавливать, друзья, две подсказки. Первое. Надо обязательно делать отверстия, чтобы стружка выходила. И второе. Самому заточить сверло очень сложно и тяжело. Лучше всего использовать два сверла. Первым сверлом с ограничением сверлим диаметром 10. Вторым тонким сверлом сверлим насквозь под саморез. Получается быстро и намного качественнее. Просто видите, как получается заводское сверло. Здесь ничего не пообдирало. Сверление происходит очень ровно. Один из рабочих моментов присплейки. Передняя царь смотрится следующим образом. Крепление шкант и по два самореза на косой шуруп. Перед тем, как склеивал, обязательно выставляю плоскость 90 градусов. Угольник. И после этого в таком положении сохнет всю ночь. Шлифовка остается. Ящик готовый. Направляющие. Немножко доработать надо. Ящичный фасад украсить. И все шлифовать. Столешница. Все остается шлифовать. Подготовить к финишной отделке. В качестве финишной отделки буду использовать продукцию текурила. Это белый лак. Продукция засохла. Уже остались немножко остаточки. Уайтспиритом развел и буду втирать. Второй финишный слой лак паркет Нейсента. Маден Турции. Ну и так вот смотрится это покрытие. Еще раз скажу. Заказчик просил. И первая работа была выполнена с белым оттенком. Белый туман. Ну и все, друзья. Сохнет ящички. Все это высыхает. Завтра соберу. И буду демонстрировать и показывать вам. Так. Хотелось показать. Второй инструмент зеленого цвета появился в моей мастерской. Приятно. Вот так выглядит готовая столярная работа. Журнальный столик. Небольшого размера. Маленький. Форма может даже чуть-чуть непривычная. Ранее изготавливал мебель диван и два кресла для дизайнера. И форма журнального столика повторяет те же самые формы, которые были использованы ранее. Это дополнение к той мебели. Между двумя креслами, которые я изготавливал, и будет устанавливаться вот этот журнальный столик. Ножки по большому размеру столешницы имеют форму клина. По торцевой поверхности столешницы ножки имеют прямую форму. По бокам этой столешницы будут установлены два кресла. Материал ясень. Влажность 8,5%. Для комнаты это немножко даже большая влажность. Поэтому столешницу пришлось разрезать на 9 частей и собрать, чтобы обезопасить столярную работу. И эту столярную работу не повело. С чертежей материал предоставлял все заказчик. Все размеры, все формы согласованы также с заказчиком. Заказчик пожелал, чтобы был обязательно ящик. Ящик полноценный, ровно 50 сантиметров. Шариковое направляющее. Прекрасно смотрится ясень. Для финишной отделки использовал лак паркетный, сента, степень блеска, глянец. Простая столярная работа. На ее изготовление ушло 4 рабочих дня. Задавайте вопросы, комментируйте, делитесь мнениями. А я говорю, всего вам доброго, с уважением, Владимир Иванович.